Так, 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 ребята, для небольшого путешествия сегодня мне 100% понадобится железная кирка, мне 100% понадобится железный топор, и мне миллиард процентов понадобится железная лопата для создания каких-то подкопов. И, конечно же, я беру с собой алмазный меч для того, чтобы как-то самообороняться. Всем, кстати, привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И сегодня нас вместе с вами ждет очень интересное видео и очень интересное приключение. И параллельно с этим это приключение может быть, ну, немножечко опасным. Поэтому я очень вас прошу прямо сейчас опуститься под это видео, поставить лайк, чтобы у нас с вами, ну, все плюс-минус складывалось гладко. Дело в том, что через несколько секунд мы с вами отправимся в деревню, где, ну, полностью запрещено присутствие игроков. Да, ребята, вы не ослышались. В деревне жители, в которую мы с вами отправимся, живут только носатые. Игроков там нет и никогда не было. Если верить рассказам жителей из моей деревни, то вся эта деревня, в которую мы сейчас отправимся, полностью обнесена огромным высоким железным забором. Вокруг деревни установлены какие-то патрули. Там есть самое настоящее КПП. Всех игроков, которые проходят рядом, жители начинают отгонять. А если попробовать, не дай бог, проникнуть в эту деревню, то жители тут же начинают доставать мечи и начинают обороняться. И как вы понимаете, этот вот рассказ носатых меня очень сильно заинтересовал. Потому что у меня, если честно, появилось огромное количество вопросов. Почему в этой деревне никогда не было игроков? Почему жители так сильно боятся игроков? Как эта деревня выглядит? Круто там или не круто? Может там, я не знаю, какие-то небоскребы они построили? Может у них какая-то офигенная ферма картошки автоматическая? И они не хотят это никому показывать? Короче, вариантов развития событий огромное-огромное количество. Поэтому, ребята, обязательно прямо сейчас сходите на кухню. Возьмите себе чего-нибудь вкусненького попить, покушать. Устраивайтесь поудобней. И мы сейчас будем отправляться в эту деревню. Я уверен, что ролик будет очень интересным. И я реально надеюсь, что со мной сегодня ничего не случится. Потому что я не буду превращаться ни в какого жителя, надевать на себя никакой неудобный костюм. Я прямо вот так вот практически в наглую буду пробираться в их деревню и из-под тишка там всё рассматривать. Короче, ребята, зачем я вам всё это рассказываю? Через несколько секунд вы сами всё увидите своими собственными глазами. Бум-пум-бум, ребята, я уже добрался до этой деревушки. И вы только посмотрите на это. Жители моей деревни меня всё-таки не обманули. Эта деревушка действительно обнесена высоким металлическим забором. И знаете, я специально залез на деревья, чтобы немножечко позаглядывать. Но здесь всё настолько сильно продумано, что... Ну как бы я ни старался, я ничего по факту увидеть не могу. Да, я вижу какие-то крыши домика, вижу какую-то непонятную конструкцию, похожую на небоскрёб. Но, если честно, выглядит это очень и очень странно. Но больше я ничего увидеть не могу. Ну, единственное, что я вижу в ход. Это, как я и говорил, то самое КПП, которое охраняется, я так понимаю, двумя патрульными. Я сейчас хочу попробовать пробраться ещё поближе, потому что я вон там приметил более высокую точку, более высокое дерево. Возможно, с него мы сможем что-то заметить. Я очень надеюсь на то, что жители меня сейчас не заметят, потому что... Ну, блин, как-то будет очень странно, если ролик закончится, не успев начаться. Господи, а как на эти деревья вообще залезть? Тут и это, что ли, продумано? Как вы мне предлагаете забираться сюда? Посмотрите, тут вообще очень сложно. Я не знаю, джунгли какие-то. Но, как известно, ребята, если очень сильно чего-то захотеть, то, естественно, это можно сделать. И, как вы видите, я уже в одном блоке буквально от границы этой деревни. По большому счёту, эта деревушка выглядит, ну, максимально обычно. Серьёзно, мне когда про эту деревню рассказывали, я думал, что здесь будет какой-то, ну, самый настоящий мегаполис. Я реально не знаю, какой-то филиал города жителей. Будут небоскрёбы, летающие машины, метрополитен от кузницы к дому мэра. На грядках будет какая-то автоматическая система. Но, по большому счёту, здесь, ну, я не вижу пока что ничего необычного. Высокий дом, то, что мы с вами уже и видели. Грядки самые обыкновенные, дорожки, колодец, огромное количество домиков. И в некоторых даже не ступеньки, а лестницы. То есть, деревня как будто бы, я не знаю, в каменном веке застряла. Но, естественно, для того, чтобы полностью в этом разобраться, нам необходимо сюда проникнуть. И мне реально немножко страшно, потому что, ну, рассказали мне про эту деревню очень много дурацких подробностей. Что как-то раз сюда, например, проник один игрок, и этого игрока больше никто не видел. Возможно, это, конечно, знаете, страшилки для того, чтобы поднять популярность этой деревни. Но, знаете, как-то на себе не очень хочется проверять, страшилки это или просто правда. Поэтому я лучше буду аккуратен. Но жители на меня вообще не обращают никакого внимания. И это очень и очень хорошо. И что хочу отметить, ребята, да, таких вот, знаете, небольших ремарок я буду делать сегодня огромное-огромное количество, потому что вы сами прекрасно понимаете. Это деревня, в которой полностью запрещено присутствие игроков. И то, что я вам и говорил про эту деревушку, я слышал очень и очень много разных легенд. Но одна из легенд уже не оправдалась, потому что, исходя из слов жителей моей деревни, вокруг деревни должны были быть какие-то патрули. Ну, вокруг этой деревни. Но, как вы видели, я беспрепятственно сюда пробрался, и очень и очень просто это сделал. Ладно, ребята, я очень аккуратно, периодически даже на шифте, начинаю тут всё осматривать. Грядки, ну, пахнут, ребята, грядками. Всё в порядке, никакого секретного удобрения здесь нету. Поверьте мне, пожалуйста, я на грядках работал огромное количество времени. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пробегаем, чтоб меня никто не увидел, и я сразу хочу зайти вот в этот высокий дом. Я очень надеюсь, что здесь никого нету, потому что, ну, сейчас рабочий день, и, как вы понимаете, в домах носатые сидят очень и очень мало. Я хочу просто забраться и посмотреть вообще, что это такое. Потому что, ну, на дом, если честно, это, похоже, в последнюю очередь. Пока я поднимался, я не видел ни кровати, ни сундуков, ни верстаков, вообще ничего, что может как-то помочь в выживании. Поэтому, как мне кажется, это какая-то, знаете, наблюдательная башня или что-то типа этого. Ну, либо жители экспериментируют, так скажем, с архитектурными решениями и пытались построить небоскреб, но получилось, ребята, ну, мягко говоря, ну, так себе. Ну, реально, выглядит это, ну, максимально некрасиво. Но реально похоже на такую наблюдательную башню, потому что лесенка такая довольно-таки удобная, башня довольно-таки высокая, место очень такое, знаете, ну, свободное. Деревня просматривается полностью, даже деревья, поляны, горы и так далее. Ну, и, как вы видите, КПП находится буквально в паре блоков. И я вот опять же, ребята, сейчас стою здесь на высоте практически птичьего полёта. Я не вижу ничего сверхъестественного. Это самая обыкновенная деревня в Майнкрафте. Я не понимаю, почему жители этой деревни так, ну, яро не хотят видеть здесь игроков. Почему? Я не понимаю, почему эта деревня так охраняется. И, с другой стороны, почему в деревне, в которой установлены настолько высокие стены, Господи, я даже представить себе не могу, сколько это ресурсов надо было добыть. Мне иногда кажется, что все свои возможности жители ввалили в эти стены. У них столько лесов, и они их никак не реализовали, а построили какую-то дурацкую ерунду. Ладно, естественно, я весь ролик не буду здесь проводить внизу. Я потихонечку начинаю спускаться, ребята, и попробую что-нибудь ещё интересного в этой деревне найти. Но пока что мне здесь, ну, не нравится. Это самая обычная деревня, я не понимаю, зачем я потратил такое огромное количество времени. Опа, тихо, тихо, он на меня не смотрит, всё в порядке, я просто ухожу. Я просто отсюда убегаю. Я надеюсь, что никто из жителей меня сейчас не заметит. Господи, как же это страшно, вы себе даже представить не можете. Возле меня в сантиметре прошёл житель этой деревни, и слова мне даже не сказал офигеть просто. Ребята, вы видели, у нас новый игрок в деревне. Так, 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 жители, пожалуйста, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Я, я не хотел ничего плохого, я просто посмотреть зашёл, я не знаю, не убивайте меня, пожалуйста. Да никто тебя убивать не собирается, опять вы какими-то легендами живёте. Если в нашей деревне запрещено присутствие игроков, не значит, что мы будем тут какой-то ерундой заниматься. Просто выходи отсюда поскорее, и лишний раз глаза нам не мозоль. Вот то, что я и говорил, ребята. Вокруг этой деревни огромное количество легенд, и вы посмотрите, вокруг меня скопилось огромное количество носатых. Ребят, слушайте, я, я извиняюсь, что я так бесцеремонно сюда ввалился, просто реально, вокруг вашей деревни столько мифов, и я очень хотел записать это и показать своим подписчикам. И у меня один вот, один вопрос, после этого я, честное слово, сразу отсюда ухожу, потому что нам с ребятами действительно интересно понять, почему вы так сильно ненавидите игроков, и почему вы не пускаете их в свою деревню. Да потому что от этих игроков одни проблемы. Они постоянно динамиты какие-то взрывают, дерутся с кем-то, гриферят всё подряд, а нам с жителями очень тепло и очень уютно, так сказать. Мы все друг друга понимаем, мы очень между собой похожи, поэтому нам как-то проще выживать. Именно поэтому мы высокую стену и построили, чтобы никто сюда просто так не заходил. Ты же как игрок наверняка знаешь, что, ну, вы любители из деревни своровать всё, грядки разрушить, в кузнице сундук ограбить и так далее и тому подобное. Аааа, блин, это же капец как логично, как я сам до этого не догадался. Если вы вдруг не поняли, ребята, то я вам сейчас быстренько объясню. Я уверен, что, господи боже мой, вы хотя бы раз в своей жизни пробегали по миру Майнкрафта, выживали, забегали в деревню, ломали вообще всё, что есть на грядках, забегали в кузницу, воровали всё из сундука и шли себе дальше. Но вы же никогда не задумывались, что после этого чувствуют и делают жители, которые живут в этой деревне. Они же наверняка вручную восстанавливают грядки, снова кладут ресурсы в эту кузницу и так далее и тому подобное. Как я понимаю, эти жители этого и боятся, что прибегут какие-то, ну, рандомные, случайные игроки и всё здесь, мягко говоря, изуродуют. Просто в деревне жителей номер 13 такое уже невозможно, потому что я живу в деревне жителей номер 13, мои друзья живут в деревне жителей номер 13 и жители к нам привыкли. Мы практически уже семьёй стали, серьёзно, я с ними 3,5 года живу. Я знаю каждое имя, я знаю каждое предпочтение жителя, вплоть до того, какой они чай любят и какие пряники вместе с этим чаем кушать. Поэтому они к нам привыкли. Но вот случайных игроков жители очень сильно боятся. Но, как вы видите, в этой деревне никто на игроков не кидается, и, возможно, это потому, что у меня в руках камера. Но в любом случае, ребята, я не хочу этих жителей напрягать. Я посмотрел, я узнал, почему в этой деревне запрещено находиться игрокам, почему в этой деревне никогда не было игроков. И вот так вот аккуратно, спокойно, в буквальном смысле через парадный вход, я выбираюсь из деревни. Так, господа жители, я прошу прощения, я сам всё уберу. Я просто отсюда хочу выйти, если честно. Давай, давай, проваливай отсюда, и чтоб глаза меня твои больше не видели. Как ты только охрану нашу обошёл. Господи, ну вот зачем хамить? Я же уже реально ухожу. Какой, знаете, похожий житель на охранника из какого-то супермаркета. Делает вид, что он капец какой грозный, но на самом деле большой добряк. В общем-то, ребята, я отсюда реально ухожу. Я надеюсь, что жители этой деревни не обидятся, если я выложу это видео. И хотя, по большому счёту, это даже к лучшему, как мне кажется. Потому что таким образом вы, как игроки Майнкрафта, сможете не делать того, что не нравится жителям Майнкрафта. Господи, как бы это странно сейчас не звучало, у меня уже мысли путаются. И, возможно, после этого видео жители и игроки, ну, в случайных деревнях, смогут, так скажем, очень легко и очень удобно коммуницировать. И это, кстати, очень хороший ответ, почему жители случайных деревень с вами не разговаривают, как они делают в моей деревне. Да потому что они вас просто-напросто не знают, и они, возможно, вас, ну, боятся, просто боятся показать вид, что они боятся. Поэтому, ребята, примите это к сведению. Теперь будете иметь это в виду, и будете понимать вообще, что происходит в этой игре. Ролики я на этом буду заканчивать на фоне этой замечательной, супер-защищённой деревни, но по факту очень и очень доброй. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до завтра и пока-пока, ребята.